Броски сверху Броски сверху Здравствуйте и приглашаю вас на журнал Vintage NBA и Робин Робертс, не я, конечно, а вот эта женщина красивая. И сейчас мы с вами будем говорить о человеке, чей рост составляет всего лишь 170 сантиметров. Это второй игрок, наверное, второй с конца игрок NBA по росту по своему. Сейчас, конечно же, есть люди ниже него, но на тот момент, когда он играл, ниже него был, наверное, только Макси Бокс. И вот именно он сейчас будет представлять нам спаду Эбба, с которым ему удалось поиграть в одной лиге в одно время. Давайте на Макси Бокса посмотрим и сравним его со спадом Эбба. Посмотрите, какой Макси 58 сантиметров. Посмотрите на этого человека. Ну, спаду Эбб лишь на немного выше Макси Бокса. Ну, и сам Макси говорит, на самом деле мы соревновались с ним. Был дело даже в колледже, и дело в том, что спаду Эбб – это один из тех игроков, который мог поставить на уши любую защиту. И я старался подражать ему, а где-то даже играть лучше, чем он. Ну, единственное, что я не мог делать и что мог делать он – это, конечно же, броски сверху. У спаду Эбба коронный бросок был бросок сверху – витряная мельница. И что касается Макси Бокса, говорит о том, что Данки вообще – это прерогатива больших парней. Но спад делал их с такой силой, с такой красотой, что невольно думалось. А зачем вообще большим парням забрасывать сверху, если есть такой человек, как спаду Эбб, который доказывает, что и маленькие игроки умеют летать. Ну, и далее он отмечает, что спаду Эбб умел делать на баскетбольной площадке практически все те же вещи в нападении, которые умеют делать большие игроки. Ну, и все практически, кто смотрел на игру спаду Эбба, получал эстетическое наслаждение его игрой, потому что Уэбб, во-первых, играл красиво, а во-вторых, играл надежно. И в Атланте его очень любили. Считали едва ли не героем штата Джорджия. Слэм-данк-контест был в Далласе. Вот, посмотрите. Вот он я где-то там сижу на трибунах и смотрю на то, как спаду Эбб выделывает такие вещи с мячом. Да, действительно, помните, спаду Эбб выиграл слэм-данк-контест, причем не у кого-нибудь, а у Доминика Уилкинса, своего товарища по команде. Да, и вот его посадили сразу же на кольцо после того, как он выиграл, чтобы наверху два малыша на площадке. Спаду Эбб за Вашингтон играет, ну и... И вот, что касается Макси Бокса, то говорит он о том, что, несмотря на то, что спаду Эбб был довольно маленьким игроком, его было довольно нелегко накрыть. Ну и сам Макси Бокс не говорит практически о себе, потому что его рост, скажем так, самый низкий в национальной баскетбольной ассоции. Однако он провел 14 сезонов в NBA и также явился одним из примеров того, что маленький игрок — это просто пушечное мясо, это не просто экзотика, но это действительно надежный баскетболист. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну и когда он родился, родители дали ему такое имя Энтони Джером Уэбб Но все-таки его прозвали Спад, а это слово сокращенное от слова спутник Спутник, что значит ракета, человек, который крутится вокруг Земли и на гигантской скорости преодолевает огромные расстояния Очень много вещей, которые я помню, когда я играл в баскетбол с моим маленьким ростом Ну и несмотря на то, что у него был как раз маленький рост, он все равно мечтал выступать в Национальной баскетбольной ассоциации Ну и его взяли в команду Dallas Mavericks И надо сказать, что он хотел подражать такому человеку, как Келвин Мерфи Но затем он увидел Морриса Чикса и очень много взял у него И в итоге он попадает в Атланту Хоукс И Стэн Катсин, президент Атланта Хоукс, говорит о том, что когда он пришел в тренировочный лагерь команды Он очень много работал над собой и мы очень много работали с ним для того, чтобы взять эту маленькую штучку в Национальную баскетбольную ассоциацию Майк Флоро Фрателло говорит о том, что его полеты к кольцу просто завораживали всех И он был очень настроен на то, чтобы победить в борьбе за место, ну хотя бы не в основном, а вообще в заявке, в заявку на матч Первый день в тренировочном лагере, говорит Доминик Уилкинс И я посмотрел на этого человека и на смех, который был в отношении него у других игроков И я сказал, вау, этот человек будет, наверное, нашим посмешищем Но после того, как он взлетел первый раз к кольцу, я сразу же изменился в режиме Хелен Риверс говорит о том, что впервые, когда я на тренировке увидел спаду Эбба Я просто сел от удивления, от того, что он может на площадке Я посмотрел на Доминика и увидел в его глазах не испуг, а насторожность, потому что у него появился соперник Вот именно в красоте забиваниями часа Ну и давайте смотреть, что может спаду Эбба помимо того, что он забрасывает сверху Ну и надо сказать, что спаду Эбб, приход его в национальную баскетбольную ассоциацию Был словно таким катализатором к тому, что Атланта начала играть хорошо Посмотрите, что спаду Эбб делает Он не только забрасывает сверху, он еще подбирает, делает перехваты и... Об этом же говорит Петер Вейси, который является спортивным журналистом из газеты Sporting News Дэн Эйнш подтверждает, что спаду Эбб стал именно тем атлетом, который пришел в Ригу в нужное время Чтобы показать, что и малыши умеют играть Ну да, красавец пас на Доминика И сейчас сам спаду Эбб говорит, что игра в Атланте это, наверное, лучшее время в моей жизни И он добавил полету в крылья Хоупс И своими бросками сверху он сделал Атланту самой красивой командой Эбби Я никогда не думал о том, что я... Что я действительно попаду в конкурс по броскам сверху И когда меня туда взяли, я начал действительно работать над собой Я начал готовиться к победе на этом конкурсе Сейчас мы смотрим, наверное, на самый главный кадр биографии спаду Эбба И вообще, почему о нем узнали Он сам спаду Эбб говорит, я приехал для того, чтобы побеждать здесь Может быть, те, кто соревновался против меня, думали по-другому, думали опять-таки, что я посмешище, но нет Я сделал только то, что я должен был сделать Я выиграл, показал, что не все так плохо для игроков, не обладающих большим ростом Майк Фарателло уже рассказывает о соревновании между спадом Эббом и Домиником Уилкинсом Дело в том, что Доминик буквально никогда не готовился к своим броскам сверху То есть он бросал, как Бог на душу положит Ну а что касается спада, то он продумывал каждый свой полет к кольцу Ну и вот теперь Доминик Уилкинс говорит, все знали, что он умел тревять И когда он сделал 360 градусов, все просто встали Все встали и начали кричать спад, спад И тут я уже точно понял, что я проиграю Сами видите, что вытворяет вот этот малыш Майкл Джордан, на что король чемпионатов по броскам сверху? Вот смотрите, и даже он аплодирует своему маленькому, наверное, оппоненту Веб сыграл чуть больше шести сезонов с Атланта Хоукса И после этого он был продан в Сакраменто Кингс, где не было малышей И там он стал разыгрывающим защитником Причем разыгрывающим защитником с большой буквы Стал выходить в стартовом составе И надо сказать, что здесь уже, конечно же, его искусство Поброскал сверху по меркам Дэни Индж говорит о том, что Он стал иконой для детей Которые знали, что никогда не вырастут Больше чем шесть фунтов И Майк Фротелло говорит Вы что, шутите? После того, как я познакомился со спадом Уэбом Я теперь к каждому человеку Любого роста отношусь как к баскетболисту Высокого уровня И самое главное, с ним просто поработать Но, как спад показал, он не бы не прожил 12 лет в НБА только по дамке Спад Уэб выиграл конкурс слэмданков Он, скажем так, доказал свою легитимность в НБА Надо сказать, что Он дважды прыгал выше своего роста И вот давайте посмотрим 85-й год Потому что именно этот год У нас будет на рассмотрении после паузы И вот самое, наверное, важное событие этого года Ну, в частности 300-е день рождения Иоганна Себастьяна Баха Видимо, вот опять-таки В Западную Германию Приехал Президент США Рональд Рейган И там как раз случилось крушение на базе Врамштайн После чего появилась одноименная группа Затем Поехали Поехали Время Поехали И во-вторых Как вы Ували В astronomical В снижении Вакуны Поехали Я В Ували 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 Тобава Ували 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, конечно, потрясающе вот эти заставки, где накрывается бросок Джеффа Харначика. Спад Уэба. Дело в том, что его роль не только на площадке, но и в жизни все время была роль того, на кого не ставят. Не ставили на него сначала в тренировочном лагере команда Атланта Хулкс, когда он пытался прорваться в основной состав. Не ставили на него, когда он вышел в чемпионат по броскам сверху и выиграл его. Ну и надо сказать, что сейчас нам показывают картины из библейского сюжета про Давида и Глиапа, где маленький Давид побил вот такого огромного Глиапа. Ну вот сейчас давайте вернемся в 1948 год, где Гарри Трумэн проиграл выборы в Нью-Йорк губернатору Томасу Дэвиду, тоже не считавшемуся Давиду. Давиду, ну то есть Давиду был как раз Гарри Трумэн. Ну вот дальше, давайте посмотрим 1968 год и то чудо, которое бейсбольные МЭЦ сотворили. И 50-й год раззимой Олимпиады, но это вы, я думаю, помните, это великолепная сборная США, это чудо на льду и повержена сборная Советского Союза. Ну а 95-й год, Джордж Таунский университет, и получил он такую пробоину от своих соперников, несмотря на то, что там был Патрик Ян. Теперь давайте смотреть в 90-й год. Дуглас победил железного Майка Тайсона. Опять-таки Дуглас был тем самым Андердогом, то есть человеком, которого изначально никто не ставил. Ну и как раз сейчас нам показывают эту собаку не случайно, потому что эта собака как раз и символизирует Андердога. И в свое время, в 90-х годах, уже в конце 90-х, про нее был, который назывался Саймон Андердог. Ну и теперь мы посмотрим на спад Уэбба и посмотрим, скажем, на его, ну, как он описывает себя, его биография. Ну и вы знаете, вы чувствуете очень много, если вы являетесь ниже, чем большинство ваших товарищей, ну хотя бы по работе, по баскетболу. Дело в том, что это, смотря как посмотреть, если ты будешь сам пытаться построить себя, скажем так, то у тебя должно все получиться, как это сделал я. Если ты просто будешь лениться, то, конечно, тебя будут все... ты действительно станешь посмешищем и на площадке, и в жизни. Ну, вы знаете, что у спад Уэбба было очень много фанатов на Слондан-контесте, но он сделал себе еще больше болельщиков, он стал еще большим кумиром болельщиков после него. И особенно в сериях плей-офф. Отрывки из матча 1987 года, когда спад играл против Golden State Warriors. В Отрывки из матчаmist, когда я у меня были в Пусть художников и стал еще угрожать. И я бы не делал это. Я люблю этот гейн, потому что это обучение, чтобы он сидел на своей стене. Вы работали на один этап, когда ты будешь играть, чтобы подиваться на высоту, чтобы вы играть очень сильно, чтобы поиграть. Я люблю это, когда я постучу, чтобы подиваться на карт, потому что адреналина, как раздумывается, как вы играете. Я просто люблю играть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Возвращаемся в журнал «Винтаж НБА» Вместе с Робин Робертс мы его с вами смотрим И 1986 год Давайте посмотрим В этом году Спадуэп получил свой титул Победителя конкурса по броскам сверху Ну а помимо этого он великолепно играл в команде И нельзя сбрасывать это со счетов И в частности Конечно же Атланта во многом Ему обязана тому Что команда вышла в плей-офф И сейчас мы смотрим 26 апреля 1987 года Когда Атланта играет С Индианой Пейсерс Вот уж простите, это не Голденс, это Уориорс Это именно Индиана Пейсерс И мы сейчас с вами будем смотреть И на самом деле 26 апреля это вторая игра Атланта-Индиана И здесь Счет в этой серии 1-0 1-0 в пользу команды из Атланты Которая выиграла на своей площадке Со счетом 194 Вот сейчас вторая игра Уэп играет в своем родном Омниколизиуме И Спадуэп играет основного разыграющего При этом он встречался с Верном Флемингом И давайте больше, наверное, обратим внимание на Спадуэпа Хотя Поговорим о тех вообще игроках Которые Представляли эти команды Представляли своими лицами Были лицами, скажем так, этих команд Вот сейчас 2 очка забрасывает Никто иной, как лучший новичок Того сезона, это Чак Персон Чак Персон Человек, который совершенно сумасшедший Но сумасшедший в хорошем смысле Забрасывает Очень много забрасывал трехочковых бросков Причем совершенно нереальных дистанций Для нормального человека То есть мы с вами определились уже Что Чак Персон играет здесь Что играет Верн Флеминг под 10 номером Ну и Сейчас мы с вами смотрим на Джека Рамсей А Джека Рамсей, тот самый Джек Рамсей Который Сейчас работает Сейчас Работает телекомментатором на компании ESPN Даже не телекомментатором, а аналитиком На телекомпании ESPN Ну и, конечно же Он тренирует сейчас Индиана Пейсерс Не больше, не меньше Он в свое время привел к чемпионству команду Подлин Трейлблейзерс, как вы помните С Биллом Уолтоном Ну и что касается Индиана Пейсерс Что он попытался вывести ее в плей-офф Что у него, в принципе, получилось 41 победа, 41 поражение у Индианы И вот Пейсерсон, который играет под 45 номером Вау, это спад Уэб Вот посмотрите, малыш Ну, какую скорость он придает Атланте Какая скорость И действительно после этого Остается только лишь Брать тайм-аут Команде из Индианы Перехватил у него мяч Перехватил мяч Он у Кайла Мэйси Второго разыгрывающего Индиана Пейсерс Ну и кроме Кроме тех, кого мы узнаем Вот он, Кайл Мэйси с мячом Да, 23 номер Неплохой бросок И это был Джон Лонг Далее мы видим Херба Уильямса Вот, то есть, комментатор Энди Душет Мы слышим его голос, который прорывается Сквозь года Потому что все-таки, как-никак, 87-й год И именно он Ему принадлежит Название крюка Кариба Джабара Скай Хук Он его назвал Что касается Атланта Хук Что здесь как раз играет Динамик Дуо То самое Которое долгое время Выступало в Атланте Одним фронтом Это Доминик Уилтинс И Кевин Уиллис Вот И из-под Уэб, конечно же, был в хорошем подспоре И придавал команде быстроту Вот сейчас Чак Персон, если я не ошибаюсь Нет, это Уэймон Тиздейл забрасывает два очка Уэймон Тиздейл был на таким оплотом Мощным форвардом В составе Индиана Пейсерс Кроме этого, под сороковым номером Центровой Стив Степанович На площадке, правда, к России он не имеет никакого совершенно отношения Хотя его фамилия где-то перекликается с российским А вот Кевин Доминик Уилтинс Ну, это в его стиле, в его прыжке Стив Самуэль Степанович В 83-м году под вторым номером Правда, особых успехов в НБ не добился Хотя бы очень надежно Да, это вновь Чак Персон А очередные два очка И вот, смотри, сейчас на экране Перед нами мелькнули сразу же три игрока И Кевин Уиллес Вот как раз пас на Доминика Вау, прыжок у Доминика просто потрясающий А вот Джек Рамсей Джек Рамсей уже стареет с годами Мы с вами видели игры Портонда Со знаменитым Биллом Уолтоном Тогда Рамсей просто-напросто был Американским щеголем А вот и Уэймон Тиздейл Тоже еще пока молодой человек Уэймон Тиздейл стартовал 15 игр всего И уже со следующего сезона начал регулярно попадать в старту пятерку Индиана Плейсерс Ну и надо сказать, что со стартой запасных выходил Он набирал по 14,5 очка за игру Это довольно неплохо Ох как! Вновь Спадуэп попытался Сделать вот такой проход Что у него в принципе и получилось Так, а сейчас тайм-аут Очередной тайм-аут Берет его Уже команда из Атланты Кстати, с тренером Атланты Хоукс В этом чемпионате Вот про тренера Индиана я сказал уже все, что только можно На тренером Индианом Атланты был Майк Фротелло И сейчас Робин Робертс у нас вновь появился на экранах И говорит она о том, что был одним из самых маленьких разыгрывающих защитников Спадуэп И к нему относились со всей самой наибольшей строгостью И в эти маленькие разыгрывающие защитники входили такие люди Ну как Айзи Томас, Джон Стоклин и Кевин Джонсон А сейчас мы Вопрос Какой единственный Представитель Атланты Хоукс Был назван MVP Национальной Баскетбольной Ассоциацией Это естественно Боб Петит Ответ С Субтитры делал DimaTorzok 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 Да, это Боб Петит Вот так вот Величайшая игрокка Единственный раз Атланта Тогда базировавшаяся в Сан-Клуисе Был назван чемпионом И именно Боб Петит Привел ее К главному титулу Национальной Баскетбольной Ассоциации Итак Давайте дальше Смотреть за Спадом Уэбом Надо сказать, что Спад Уэб начал водить самолеты Где-то в это время И на самом деле На эту игру Он перед этой игрой Он катался на собственном самолете Причем он катался там Со своим менеджером С менеджером команды Который Был весьма поражен тем Как Спад Уэб умеет водить самолет Ну и Он стал сразу же Главным героем Тональной Баскетбольной Ассоциации Ну и Знаете Ходят разные слухи все-таки Про любых игроков NBA Ну и как раз Спад Уэб стал сразу же героем Вот этих Похождений Ну и новое место Итак Спад Уэб Вновь там показывают его Как он Ставит на прямые ноги Верна Флеминга И совершенно практически Без сопротивления Забрасывает два очка Очередные Правда жалко нам На Вот Сейчас Пейсерс Если я не ошибаюсь Лидирует С разницей в 9 очков И Фулл Давайте смотреть Что же случилось здесь Спад Уэб подбирает мяч И смотрите Против него Как Степанович Грубо играет Ну хотя Степанович тоже Хотел подобрать мяч Всего лишь Ну и Степанович Естественно Наказывает Персональным Замечанием Пять Страфик Подряд Сейчас Попадает Спад Уэб И посмотрите Кто выходит на площадку Ну вот я думал что Это что-то похожее на Детлефа Шрэмфа Нет Это оказался Человек Фамилия Грей Это Стюарт Грей Который провел за Индиану 55 матчей Учился он в университете Лос-Анджелеса И вы знаете Стюарт Грей представлял в национальной баскетбольной ассоции Такую экзотическую страну Как Панама Индиана Ведется А счетом 54-51 в этой встрече Ну и спад Уэб Смотрите какая великолепнейшая скорость И пас Ну вот если бы еще бы поймал бы вовремя мяч Кевин Уиллис То я думаю что Было бы намного лучше Смотрите Опережает время где-то Спад Уэб Хотя в принципе уже был Мэджик Джонсон Но все-таки Несмотря на То что и Мэджик был великим Разыгрывающим защитником Спад Уэб был очень быстрой защитником И вот в связи с этим В связи с этим конечно Не понял его Кевин Уиллис У Мэджика игра была более медленная Скажем так Ну а что касается Сейчас Происходящего на площадке То надо отметить что 52-53 Уэйман Тиздэй тоже Человек которого выбрали Под старым номером В драфте национальной баскетбольной ассоции Но это было 2 года назад По отношению к этому году Году 87-го Да Тем временем По-моему спад Уэб Дается персональное замечание Да Неправильно он Ставил заслон Верну Флэммингу Как раз Слик Леонард Был тренером Индиана Пейсерс И с этой командой он одержал 500 побед Самый наверное живучий тренер Индиана Затем Затем приходили сюда И Лэри Браун И Ази Томас и Лэри Бёрд И в итоге Наверное только Лэри Браун С Лэри Бёрдом Вот 2 Лэри Они великолепны Действительно Команду Вау Это спад Уэб Это великолеп Это супер прыжок Самого маленького игрока на площадке Вот который сейчас Ну Может Может Играть Тем временем Индиана Выигрывает Срать на себе 2 очка На Степановиче Ну Смотрите Опять таки Я вам говорю что не самый известный игрок Стив Степанович Он играет вот действительно по академичному Не зря его выбрали Под вторым номером графта Вот именно что академичный баскетболист 46-46 66-46 Странно Неужели нам показывают Игру в обратном порядке То есть Так Это пас Наверное Флемингов Он не попадает С под Уэб Несется просто Кольцо отдает на Доминик Уилкинса Доминик уже 2 Такой бросоков на любого угла забрасывает 48-46 Впервые повела в счете Атланта Это его 58-56 А вот и Верн Флеминг Верн Флеминг получает блокшот от Доминика Уилкинса И смотрите, какую передачу отдает Спад Уэб Вау, просто молодец Кто же, кто же это? Игрок Атланта Давайте посмотрим, каким номером Рэнди Уитмин Это десантный номер Атланта Хоукс Ну, само собой, что доктор Джек Рамсей Берет тайм-аут После этой атаки Атланта Хоукс И сейчас уже для него Это критический, скажем так, сигнал Потому что Команда впервые потеряла лидерство в счете В этой встрече Но это плей-оу все-таки, как-нибудь, вторая игра Ну и после паузы мы с вами увидим, конечно же, Спад Уэба еще и еще Но надо сказать, что Сейчас Робин Робертс задала нам вопрос Вот в этой игре, которую мы сейчас с вами видим Один игрок продолжает выступать в чемпионате NBA И угадайте, кто Наверное, она нам скажет об этом после вот этой рекламной паузы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И я вам задал вопрос Перед тем, как мы ушли вот на эту рекламную паузу А вопрос заключался в том, кто из той игры Индиана Атланта играет по сей день Естественно, я думаю, вы догадались И без участия той же самой Робин Робертс Это Кевин Уиллис А Кевин Уиллис сейчас играет за Сан-Антонио Спорт При этом, несмотря на то, что журнал Vintage NBA позапрошлого года Кевин Уиллис все равно продолжает играть И играет довольно неплохо Выходя на замену, естественно Ну и вновь сейчас, по-моему, нам будут рассказывать про этот матч Да, 26 апреля 87-го года И мы уже наблюдаем за второй половиной этой встречи Хочу вам сказать, что тогда Индиана и Атланта Действительно были Весьма сильными Командами у себя в конференции Ну, то, что касается Индианы То, конечно, с приходом Джека Рамсе Пейсерс начали подниматься с приходом Рамсе И, конечно, Джека Пепсона Простите, что не сказал об этом сразу Но, что касается Атланта То здесь ребята просто зажигали В том году, наверное, только Детройт мог с ними сравниться Тогда в Детройте еще не собрался тот коллектив Который назовется потом Bad Boys Хотя были тогда уже Айзи, Томас, Билл Эмбир и Джо Думарс Но был еще и Адриан Дентли Который в первом чемпионском сезоне участвовал с Детройтом Но все-таки Все-таки, все-таки Несмотря на это, Детройт еще не был тем самым 52 победы, 3 с поражением Но, что касается Атланты То у этой команды 57 побед и 25 поражений всего Что касается того сезона То Лейкерс выиграли чемпионат Мэджик Джонсон стал MVP На Чак Пэссон, как я уже говорил вам Получил приз новичка Новичка года, вот он, новичок года Перед вами Играет против Доминика Уилкинса сейчас Ну и что касается лучшего игрока Защитного плана То это был Майкл Купер Вау, это Рэнни Уитмен Забрасывает 2 очка И при этом Атланта пропускает Довольно обидный быстрый прорыв соперника И, наконец-то, Рэнки Пирс Был признан лучшим шестым игроком Того сезона И вот смотрите Спадлэб, казалось бы, уже может проходить в лицевую линию Но нет Он ждет своего партнера Уитмена Который получает Который получает мяч Вот в лицевую Против него И у Фарси После него фаля Чак Персон Получает блокшот от Доминика Уилкинса Ну и сейчас, по-моему, Спадлэбу дают Не персональное замечание А ему дают, по-моему, пробежку По крайней мере, Чарджинг Фол Произносит судья Но нет Дают все-таки фол Фрэйси Который Бил ему по рукам А тем временем Блокшот Ставит все-таки Не Доминика Уилкинса Кейн Уиллес Ну а посылает он Как раз быстрый прорыв Спадлэб Атланты уже лидируют С разницей в 4 очка 6 минут остается До завершения этого матча И надо сказать, что в этом году Как раз, который мы с вами рассматриваем Вот мы видим фрагменты этого матча И вновь Не дает просто покоям блокшот Полученный Чаком Персоном От, кстати, даже от Уэйна 3 Роллинза Ну и что касается Этого Атланту покупает Тед Тернер Заменитый бизнесмен Он очень много сделал для Установления хороших отношений Между двумя странами США и Советским Союзом Он был личным другом Рональда Рейгана Джорджа Буша Старшего И Михаила Горбачева И вы знаете, через год уже После Вот этого плей-оффа То есть в 1988 году Атланта Фолкс Приезжает Не куда-нибудь А к нам в Россию Играет здесь Если я не ошибаюсь С ССК и с Джарджа Бирисом А при этом К нам же приезжает Спадуэ Ну то есть мы могли его видеть В нашей стране И он играл перед Советскими тогда еще зрителями Вот на самом деле К сожалению Тогда еще Возраст мне не позволял Прийти посмотреть На матч Атланты Фолкс Но Ну скажем так В прямой зависимости После этого В Национальную баскетбольную ассоциацию Попадает Никто-нибудь Александр Волков Один из лучших Тогда баскетболистов Советского Союза Ну и Довольно неплохо Он там держится Так А сейчас Уэймон Тиздейл Если я не ошибаюсь Забрасывает два очка После чего Атлант атакует И посмотрите Вот он проход в лицевую линию Которая напрашивается Напрашивается очень давно Но опять-таки Вэб почему-то не хочет бросать Даже очень странно Почему же в это не хочет бросать Ну и в итоге Доминик Уилтонс Отправляет вновь кольцо А вот он вновь Уэймон Тиздейл Забрасывает два очка Дело в том Что сейчас Джек Рамсей Ходит уже даже по площадке И призывает своих Призывает своих Подопечных Чтобы они пожестче Держали Противника В персональной защите Джон Лонг Забрасывает штрафной Да Лидирует С разницей В одно очко Четыре минуты до конца Встречи Остается Рэнди Уитмэн Отдает на спаду Уэбб Посмотрите Вся игра идет Через разыгрывающего Но Сейчас видимо Доминик Уилтонс Решил уже Выйти на трехочковую дистанцию Нет, не попадает Он Сев Степанович Подбирает мяч И так Тихо Спокойно Индиана Переходит В позиционное нападение Вот Кстати Опять-таки Давайте заметим Что Индиана Уже тогда Занималась Тем самым Позиционным нападением Кайл Мэйси Сейчас Правда Мэйси Передал Не по адресу В итоге Он фалит Он фалит По-моему Даже на Доминик Уилтонсе Но если фалит На Уилтонсе Это страшно Да, так оно есть Но вот Что касается Доминик Уилтонса Был он одним из лидеров По результативности Того сезона Набирал 29 очков За игру Можете себе представить Вот только Майкл Джордан В том сезоне Наверное Был лучше Нежели чем Доминик И здесь Конечно Против 37 очков С этим За игру Не поспорюсь Ох ты Посмотрите Плейсерс Уже Опять же Уже тогда Хочу отметить Вот некоторые вещи В игре Индиана Которые не изменились В принципе По сей день Играет в такой Коллективный баскетбол Хотя Вот этот один Коллективный подбор Передачи на Степановича Стоит очень много Потом Если вы помните Такие же вещи Отворились В Индиане С приходом Стива Смита По-моему Мы сейчас смотрим Напряженную Концовку Так Остается Минута с небольшим И фолд Дается В нападение Джона Лонгу И по-моему Сейчас Атланты Проигрывают С разницей Два очка То есть Атланта Остается шанс Для того Чтобы сравнять счет Естественно Мяч Доминик Он лидер Команды Но все-таки Кемин Уиллер Уиллер Забрасывает Два очка Это уже Чак Персон Бросает Страфный Самый самый Таксический Видимо Фолд 42 секунды Остается До конца Встречи И по-моему Одну очко Выигрывает Команда Из Атланты Да Вот как раз Спад Уэб Сейчас с мячом Его держат Сразу же Два игрока Это излюбленный Прием Доктора Джека Рамсе Но Ему были Оху Не попадает Уэйн Роллинс И за Тем следует Подбор И Пейсер По-моему Проигрывает За 17 секунд До конца встречи С разницей В одну очко Да И сейчас Верн Флейминг Был как сейчас Мячом Через Степановича Мяч адресуется Джону Лонгу И Лонг Не попадает Вот как раз Одну очко Проигрывали Пейсерс И если бы Сейчас Джон Лонг Забросил два очка То пожалуйста Была бы победа Индиана А так нет Атланта победила В этом матче Очень эмоциональная Концовка Хотя мы смотрели Игру в принципе Двух команд Оборонительного плана Ну и Надо сказать Что Индиана Проиграла в итоге Серию Со счетом 1-3 Вот и сейчас Робин Робертс Снова на наших Экранах С вами И скорее всего После Небольшой паузы Мы с вами Посмотрим Мало того что Историю Слэм Данг Контестов Но еще Наверное Посмотрим на Игроков Которые могут Запомниться нам Своими бросками Сверху То есть Самое вкусненькое После паузы Сверху В практике Из своей головы Могу Сверху Все Там Сгласс Сверху 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 Ты можем Знаешь Клика Клика Это Так В История Тебе История Откровит Сверху Сверху Он знает Что Там Сверху Сверху Недом Захар Самое Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Лэри Нэнс, коньком которого стали два мяча. Далее смотрим на 1986 год и Террен Сансбери по 13 номерам из Индианы как раз забрасывает через двух человек сразу. В 90-м году Ди Браун стал лучшим, причем он сделал ноу-лук джем. Ну это вот он выиграл финал, и вот сейчас будет показательное выступление, сейчас он сделает ноу-лук джем. Красавец. Ну а далее мы смотрим Седрика Сибалласа, который мало того, что ноу-лук сделал, а он еще ноу-лук сделал в повязке и пококоросил два очка. А вот первый, точнее второй в истории, на реверсайд джем, это Коби Брайант. Кази Райдер был первым, кто исполнил такой бросок, а Коби Брайант был вторым. Вот они реверсайд делают, это провод между ногами. Ну а теперь начинаются разные такие штучки-дрючки в силе Байрона Дэвиса. Вместе с Дэвидом Уэсли они такой слэмданк неплохой сделали. Дэсмонд Мэйсон, выиграл один из последних слэмданков, тоже перелетел через практически двух человек на скамеечке. Джейсон Китт знает очень много маленьких ребят, и у этих ребят прыжок гораздо выше, чем у высоких. Дэйв Коуэнс говорит, что Мучи Норрис один из таких, Марк Джексон говорит о Стиве Фрэнсисе.